Варлам Шаламов, тетя Поля Варлам Шаламов, тетя Поля 7 лет была дневальной, то есть прислугой. Все знают, кто такой дневальный или дневальная, но не все знают, кем они могут быть. Доверенное лицо недоступного властителя тысяч человеческих судеб, свидетель его слабостей, его темных сторон, человек, знающий теневые стороны дома, раб, но и непременно участник подводной подземной квартирной войны, участник или, по крайней мере, наблюдатель домашних сражений. Негласный арбитр в ссорах мужа и жены, ведущий хозяйство семей начальника, умножающий его богатство и не только экономией и честностью. Один такой дневальный торговал в пользу начальника махорочными папиросами, продавая их заключенным по 10 рублей папироса. Лагерная палата мер весов установила, что в спичечную коробку входят махорки на 8 папирос, а восьмушка махорки состоит из 8 таких спичечных коробочек. Эти меры сыпучих тел действуют на 1,8 территории Советского Союза во всей Восточной Сибири. Наш дневальный выручал за каждую пачку махорки 640 рублей, но и эта цифра не была, как говорится, пределом. Можно было насыпать неполные коробочки, разница на взгляд почти незаметна, да и ссориться с дневальным начальником никто не захочет. Можно было вертеть более тонкие папиросы. Вся закрутка делала рук из совести дневального. Наш дневальный искупал у начальника махорку по 500 рублей за пачку. 140-рублевая разница шла в карман дневального. Хозяин тети Поли махорка не торговал и вообще никакими темными делами тете Поли у него заниматься не приходилось. Тетя Поля была великая стрепуха, а дневальные сведущие в кулинарии ценились особенно дорого. Тетя Поля могла взяться и действительно бралась устроить кого-либо из земляков-украинцев на легкую работу или включить какой-нибудь список на освобождение. Помощь тети Поли своим землякам была весьма серьезной. Другим она не помогала, разве только советом. Тетя Поля работала у начальника седьмой год и думала, что и все свои десять рокев проживет безбедно. Тетя Поля была расчетливой бессеребрянцей и справедливо полагала, что ее равнодушие к подаркам, к деньгам не может не прийтись по душе любому начальнику. Расчеты не оправдались. Она была своим человеком в семье начальника и уже был намечен план ее освобождения. Она должна была числиться грузчице и автомашины на прииске, где работал брат начальника и прииск дотайствовал бы о ее освобождении. Но тетя Поля заболела, ей становилось все хуже. Ее отвезли в больницу. Главный врач распорядился, чтобы тете Поле отвели отдельную палату. Десять полутрупов вытащили в холодный коридор, чтобы освободить место дневальной начальника. Больница оживилась. Ежедневно во второй половине дня приезжали велицы. Приезжали грузовики, из кабины выходили дамы в тулупах, выходили военные, все стремились к тете Поле. И тетя Поле обещала каждому, если выздороветь, замолвить словечко начальнику. Каждое воскресенье лимузин ЗИС-110 въезжал в больничные ворота. Тете Поле везли посылочку, записочку от жены начальника. Тетя Поле отдавала все санитаркам. Попробует ложечку и отдаст. Болезнь свою она знала. Но выздороветь тетя Поле не могла. И вот однажды в больницу явился запиской начальника необычайный посетитель, отец Петр. Как он назвал себя нарядчику. Оказывается, тетя Поле желала исповедаться. Необычайный посетитель был Петька Абрамов. Его все знали. Он даже лежал в этой больнице несколько месяцев назад. А сейчас это был отец Петр. Визит преподобного взволновал всю больницу. Оказывается, в наших краях есть священники, и они исповедуют желающих. В самой большой палате больничной, палате номер два, где между обедом и ужином ежедневно рассказывался кем-либо из больных гастрономический рассказ, во всяком случае не для улучшения аппетита, а из-за потребности голодного человека в возбуждении пищевых эмоций. В этой палате говорили только об исповеди тети Поле. Отец Петр был в кепке, бушлате. Ватные его брюки заправлены в кирзовые старенькие сапоги. Волосы были острижены коротко, для лица духовного звания гораздо короче, чем волосы стиля к пятидесятых годов. Отец Петр расстегнул бушлат, этилогрейку. Стала видна голубая косовородка и большой наперстный крест. Это был не простой крест, а распятие, только самодельное, выточенное умелой рукой, но без необходимых инструментов. Отец Петр исповедал тетю Полю и ушел. Он долго стоял на шоссе, поднимая руки, когда приближались грузовики. Две машины прошли, не останавливаясь. Тогда отец Петр вынул из-за пазухи готовую свернутую папиросу, поднял ее над головой, и первая же машина затормозила. Шофер гостеприимно открыл дверцу кабины. Тетя Поля умерла, и похоронили ее на больничном кладбище. Это было большое кладбище под горой. С братскими могилами А, Б, В, Г, несколькими хордообразными линиями могил одиночек. Ни начальника, ни его супруги, ни отца Петра не было на похоронах тети Поля. Обряд похорон был обычным. Нарядчик навязал на левую голень тети Поля деревянную бирку с номером. Это был номер личного дела. По инструкции номер должен быть написан простым черным карандашом, а отнюдь не химическим, как и на лесных топографических рэперах-затесах. Привычные могильщики-санитары закидали камнями сухонькое тело тети Поли. Нарядчик укрепил в камнях палочку, опять с тем же номером личного дела. Прошло несколько дней, и в больницу явился отец Петр. Он уже побывал на кладбище и сейчас гремел в конторе. «Крест надо поставить, крест!» «Еще чего», — отвечал нарядчик. Ругались они долго. Наконец отец Петр объявил. «Даю вам неделю срока. Если за эту неделю крест не будет поставлен, буду жаловаться на вас, начальника управления. Тот не поможет, буду писать начальнику дальстроя. Тот откажет, буду жаловаться на него в совнарком. Совнарком откажет, сенот напишу», — орал отец Петр. «Нарядчик был старым арестантом и хорошо знал страну чудес. Он знал, что там могут случаться самые неожиданные вещи, и, подумав, он решил доложить обо всей истории главному врачу. Главный врач, когда-то бывший не то министром, не то заместителем министра, посоветовал не спорить и поставить крест на могиле тети Поли. «Если поп так уверенно говорит, значит, что-то есть. Он что-то знает. Все может быть. Все может быть», — бормотал бывший министр. Поставили крест, первый крест на этом кладбище. Его было далеко видно, и хотя он был единственным, все это место приняло настоящий кладбищенский вид. Все ходячие больные ходили смотреть на этот крест, и досочка была прибита с надписью в траурной рамке. Сделать надпись поручили старику-художнику, который уже второй год лежал в больнице. Он, собственно, не лежал, а только числился на койке, а все свое время тратил на массовое производство трех видов копий — «Золотая осень», «Три богатыря» и «Смерть Иоанна Грозного». Художник клялся, что может писать эти копии с закрытыми глазами. Заказчиками его были все поселковое и больничное начальство. Но досочку на крест все эти поле художник согласился сделать. Он спросил, что надо писать. Нарядчик порылся в своих списках. «Ничего не нахожу, кроме инициалов», — сказал он. «Тимошенко П.И. Пиши. Полина Ивановна. Умерла такого-то числа». Художник, никогда с заказчиками не споривший, так и написал. А ровно через неделю явился Петька Абрамов, то есть отец Петр. Он сказал, что тетю Полю зовут не Полина, а Прасковья. И не Ивановна, а Ильинична. Он сообщил дату ее рождения и потребовал вставить ее в могильную надпись. Надпись исправили в присутствии отца Петра.